Демократы хотят сократить число депутатов парламента со 101 до 61, а также наделить избирателей правом лишать мандата тех парламентариев, которые не выполняют своих обещаний. Заявил об этом Владимир Плохотнюк на традиционном партийном брифинге, а чтобы узнать, согласны ли с ним избиратели, предложил провести референдум одновременно с парламентскими выборами, то есть 24 февраля. Надо сказать, что инициативу эту оппозиция раскритиковала, и я предлагаю разобраться, в чем тут дело, почему ДПМ взялась за эти вопросы именно сейчас, есть ли в нововведениях подводные камни и какова дальнейшая судьба этих начинаний. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я представляю моих гостей, тех людей, с которыми я, собственно, буду это все обсуждать. Сергей Мишин, эксперт в юридических вопросах, доктор Права. Добрый вечер. Добрый вечер. Политолог Виталий Андреевский. Вам здравствуйте. Здравствуйте. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по соответствующему номеру телефона. Собственно говоря, все как обычно. Знаете, давайте сразу внесем ясность для наших телезрителей и скажем для них главное, что вот следующий парламент будет состоять еще из 101 депутата. Никто после выборов не будет выбирать, как сокращать, собственно говоря, эти 40 человек. А вот то, что касается референдума, вот здесь, может быть, как-то я бы попросила ваших пояснений, потому что, знаете, что интересное я заметила? Вот мало кто из политологов сомневается, что Конституционный суд все-таки даст зеленый свет этому начинанию. Господин Мишин, вы согласны с этим? Ну, то, что Конституционный суд даст зеленый свет, в этом я уверен. И сегодня у демократической партии это единственный выход, чтобы провести референдум в один день с выбором. Потому что, если брать чисто законодательно, они это сделать не могут. У нас законодательство предусматривает, что за полгода до дня выборов и в течение 60 дней после выборов никакие референдумы проводиться не могут. Вот. Ну, как будет происходить дело? То есть, если мы возьмем чисто кодекс о выборах, то есть референдум, да, насколько я понимаю, то есть мы должны еще понять, какой это референдум будет. То есть он может быть либо Конституционный, либо законодательный, либо консультативный. Да, у нас есть три вида референдума. Но я не беру местный, потому что местный в данном случае неуместный. Ну, я так подразумеваю, что, скорее всего, это будет конституционный референдум, потому что у них срок есть работы, их мандат истекает 30 ноября. Соответственно, они пойдут на конституционный референдум, это через постановление парламента. У них этот срок есть до 24 декабря, чтобы принять данное постановление. То есть обозначить, что референдум будет проводиться тоже 24, за 60 дней. И вот если они это сделают и проголосуют это постановление парламента, соответственно, мы все с вами прекрасно понимаем, что все оппозиционные партии тут же протестуют это в конституционном суде. Они этого и ждут, потому что им что нужно? Чтобы конституционный суд просто признал легитимность данного референдума. То есть не парламент, не люди, не законодательная власть будет признавать легитимность, а именно конституционный суд. Они по этому пути и идут, и я так думаю, что скорее всего они и будут идти по нему. Потому что для них это красивый политический месседж для выборной кампании. Вот так вы его расцените. Послушаю вас, Виталий Александрович. Я думаю, что легитимность референдума признает не конституционный суд, а легитимность референдума признают граждане Молдовы. Если они проголосуют, значит они признают. Если они не проголосуют, то есть проигнорируют эти бюллетени, значит они не признали. Вот это самое главное. Я не буду вдаваться в юридические тонкости, тем более тут есть юрист, он лучше сможет объяснить. Меня больше волнует, что выиграет от этого парламента, что проиграет. Я считаю, вот эта тема, которая должна стать предметом обсуждения. Ну, вы предлагаете все-таки несколько сместить сейчас наш разговор. Тогда я вам сразу задам вопрос, почему 61? Почему не другая цифра? И, кстати, вот если уж говорить о юридических тонкостях, не могу удержаться и сказать, что подобный вопрос был в одной из инициатив президента. Помните, он тоже предлагал сократить, правда, до 71. И тогда почему-то вот все были уверены в обратном. Правда, господин Мишин? Что Конституционный суд вот не даст свет. Нет, я больше того скажу, не то, что даже были уверены в обратном. Господин президент тогда издал указ о проведении данного референдума. И вот нынешнее парламентское большинство, которое под видом оптимизации собирается проводить референдум, как раз и выступило против и при помощи Конституционного суда отменило тот указ о проведении этого референдума. Это было буквально год и два месяца назад, потому что референдум был назначен на 28 сентября 2017 года. То есть тогда они были против, а сейчас резко прозрели и стали за. Вот это хороший вопрос. Виталий Александрович, хороший вопрос? Да, тут два вопроса. Почему 61 и второй, почему сейчас? А отвечайте, как вам удобно. Да, ну 61, да это понятно. Я предлагал 51, Игорь Данон предлагал 71 и выбрали, чтобы не обидеть ни его, ни меня, выбрали что-то среднее. Вы поняли, да? То есть просто мы не знали, что господин Андреевский в деле. На самом деле, я к тому, что этих предложений очень много было о том, что надо уменьшить количество депутатов парламента. А что касается, почему сейчас... Нет, почему тогда вот президенту было отказано, да, а вот тут... Понимаете, потому что предложения партии социалистов такие революционные, что в них сразу сложно вникнуть. То есть они с таким размахом, и надо очень долго обдумывать... А в чем была революционность тех четырех вопросов, которые предлагались? Ну давайте... Там революции не было, никаких. Сейчас, секундочку, дайте я выскажусь, я же не завершил мысль. Значит, вы помните, как было по смешанной системе, партия социалистов предложила смешанную систему, когда шла на выборы. Прошло какое-то время, и партия демократическая поддержала эту идею. Так и с этим произошло. На самом деле, я думаю, тут безусловно есть политические причины. И одна из политических причин – это провести референдум именно сейчас, чтобы сэкономить, чтобы отдельно не делать референдум, потому что это достаточно дорогостоящие мероприятия. И референдум в Кишиневе показал, что люди как бы не очень охотно ходят. Мы помним, что в Кишиневе провалился референдум. И второе, безусловно, есть желание по всей вероятности повысить явку на выборах. Возможно, партия демократическая считает, что чем больше явка, тем у них больше шансов. Может быть, есть еще какие-то соображения на этот счет. Но в принципе, я думаю, это абсолютно нормально, если в нашу жизнь войдут референдумы. Да, может быть, плохо, вот то, что коллега говорил, что президент предлагал те референдумы, и они не были поддержаны. Может быть, надо подумать сейчас, что-то, может быть, дополнительно еще попытаться внести. Но для этого надо вести диалог. И может быть, в результате диалога между партиями возникнет необходимость что-то дополнить. У вас будет реплика? Вы хотели что-то сказать? Или я могу задать вопрос? Нет, вы задавайте вопрос. Я просто слушаю Виталия Александровича и еще раз скажу ту фразу, которую очень часто произношу в эфире. Я, в принципе, не за политическую целесообразность. Я за то, чтобы выполнялся закон. Ну, смотрите, 1999 год. Петр Кириллович Лучинский выступил с инициативой президентских полномочий. Что он делал? Он не спрашивал парламенту. Он издал указ. Помните, как это было сделано? Конституционный суд одобрил. То есть, в принципе, референдум прошел. То есть, вот была модель, есть такое понятие, как прецедент. И тогда это все произошло, и никто не считал никаких нарушений закона. А вот спустя уже сколько там лет можно посчитать? Получается, 17, что ли, лет? А сейчас нельзя. Вот почему такое разное отношение? Людмила, но не надо забывать, что потом результаты этого референдума были успешно проигнорированы правящей коммунистической... Это было потом, но мы сейчас говорим о стадии... Нет, это не было потом. Это было до прихода еще коммунистов класса. Нет, господин Андреевский, во-первых, было проигнорировано Демократической партией Республики Молдова. Этот референдум, потому что в 99-м и в 2000-м, вплоть до 2001-го года, председателем парламента был господин Дьяков. И сколько у демократов было мест в парламенте? А здесь не важно, сколько мест. Их было 60. Их не было 60. Их не было 60. Нет, председателем парламента на тот момент был господин Дьяков. Председателем парламента не решает. И там была демократическая партия. Договорились Воронин, Рожко и Дьяков. И они вместе провели это. Господин Андреевский, коммунисты пришли в 2001-м году к власти. Так вот, это первое. Причем тут власть? Сколько было депутатов парламента в 99-м году? Вы высказались, что... Скажите, сколько было депутатов парламента коммунистов в 99-м году? 40. Ровно 40 человек. Ровно 40. И все 40 были ровно в оппозиции. Да, и они проголосовали. К 60 депутатов, которые были против. И они проголосовали за что? За изменение Конституции и переходе на парламентскую форму правления. Господа, возможно, вы меня неправильно поняли. Я здесь о чем? Я не о том, что было после. Я о том, что парламент, президент тогда, даже не спрашивал. А у нас, когда произошло вот это все, Вы поняли, да? У нас парламент взял на себя эту функцию и заранее сказал мне. Ну что, я помню, как начал говорить господин Филипп, как он стал обвинять, кстати, в пиаре. Вот в пиаре говорил, вот пиарятся социалисты. А то, что сейчас происходит... Вы, Людмила, забыли расширить вас вопрос. Что предложил президент? Какой? Четыре инициативы. Или на каком он сейчас в президенте говорит. Да, президент Игорь Дадон. Он предложил четыре. В том числе такой, что долг за миллиарды не должен на население и прочее. То есть он в одну кучу смешал все. И поэтому выступили против. Господин Андреевский, не надо, вот сейчас он смешал в одну кучу все. Во-первых, он одним указом предложил провести референдум по четырем вопросам. И на каждый вопрос, на каждый, это не куча, а на каждый вопрос люди должны были ответить. На четыре вопроса. Самых разнообразных, не связанных между собой. Во-первых, они были связаны. Мы же деньги экономим, я так понимаю. Они были связаны. И очень хорошо. Чем они были связаны? А теперь я объясняю вам. Да, расскажите. Первый. То, что сокращение и оптимизация депутатов парламента. И при этом вторым вопросом, если вы помните, было расширение полномочий президента по распуску парламента в случае, если они не исполняют своих обязанностей. Это вы считаете не связанные вопросы? Связанные вопросы? Нет, абсолютно не связанные. Причем тут численность и права президента. Потому что это оба внесения в конституцию. Это оба пункта, которые вносятся в конституцию. При 101 он не имеет права? Сегодня? Да. Я говорю о расширении полномочий. То есть добавление. Сегодня для того, чтобы ему распустить парламент, нужно, чтобы либо парламент за три месяца не принял ни одного закона. Правильно. Да? Либо он был нефункциональный, либо он в течение 45 дней не избрал правительство. Есть только два полномочия. Но, когда Конституционный суд возвращал обратно и отменял изменения, он забыл вернуть две статьи в Конституцию, где были более расширены полномочия, в том числе и по распуску парламента. Вот это, Игорь Николаевич, и хотел ввести обратно, вернуть так, как это было. Да, и потом еще добавил два вопроса. А потом добавил, да, потому что, извините, это национальные вопросы. Изучение истории Румыны или истории Молдовы, это национальный вопрос. Согласитесь, и должен ли гражданин платить миллиард, украденный кем-то или нет, это тоже общенациональный вопрос. Поэтому он и внес эти четыре вопроса. А можно я вот в дополнение задам вопрос? Хорошо, я, например, тоже не вижу никакого криминала в том, если по разным вопросам предлагается ответить людям. Мы же говорим, что мы экономим деньги. Почему бы демократам при их обещании, что они обязательно проведут референдум по евроинтеграции, не поставить сейчас и этот вопрос? Ну, видимо, исходя из... А вот почему, вот они обещают людям, понимаете, а этот вопрос как-то все-все тише, 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 тише. Тоже, наверное, не вносят, я не знаю, что будет в последний момент. А логично было, разве нет? Нет, нелогично, как раз это смешает, это абсолютно две разные агитации надо будет проводить. О, вот мы сейчас приходим к основному, нужно проводить разные агитации. Вот смотрите, вот те четыре, которые вносят, ну, о том, что платить миллиард, мы прекрасно понимаем, что никто не платит. Нас застал Международный валютный фонд, перевести это на внутренний долг, мы обязаны просто это были сделать, если хотим получать оттуда кредиты. А никого платить не заставляют. Что, вас высчитывают этот миллиард, или у него высчитывают, или у меня, ни у кого не высчитывают. А поэтому не поднимаются зарплаты, не поднимаются пенсии, и люди бегут из страны, конечно, не высчитывают. Слушайте, ну, прямой эфир, я понимаю, тут за вас будут голосовать, но зачем обманывать, что не повышается зарплата, не повышается пенсия? Насколько они повысились? Так вы выйдете у людей, спросите, вы не пользуетесь той фабулой, которая вам приходит от правительства, что повысилась на 5,3% заработная плата. А где она повысилась? Где люди, почему это не ощущают? Почему у людей это не ощущают? Как раз очень многие люди сейчас начинают ощущать. Медсестры начинают ощущать, няни начинают ощущать, пенсионеры. Где, в каком месте? Там, где они работают, начинают ощущать. Так вы пойдите у них спросить. Хорошо, спросим, спросим. Что вы, что, не повысили, скажете? Нет, нет, так я у них повысили, смотрите, повысили пенсионерам на 180 лей, 100 лей забрали за отопление. И отлично повысили, вот, супер. Нет, просто... И это реально... Хорошо, вы знаете, я очень хочу, чтобы партия социалистов пришла к власти, и вы тоже отвечали... Вы это говорили... Вы это говорили за это, за это так и будет. Да, и вы отвечали, и что вы тогда скажете? Да, мы поняли, за кого вы будете голосовать. Вы не замечаете ничего, и дороги не строятся, и не повышаются, и экономика не растет. Господин Андреевский, вы немножко ушли немножко от темы. Почему евроинтеграция не введена совместно с этим вопросом? Да, вот хороший вопрос. Да, потому что, если бы она была введена, вы сейчас скажете, а зачем она была введена? Нет, не скажем, не скажем, не скажем, не скажем, мы скажем по-другому. Я вам сейчас перестру, как оппозиция делает. А почему она не введена, вы знаете? Потому что, если они будут проводить референдум по евроинтеграции, то они будут ориентированы только на определенный электорат, который поддерживает эту евроинтеграцию. А вот сокращение депутатов, они ориентированы на всех, потому что они видели все соцопросы, что люди этого хотят. Вы правильно. И поэтому они отказались сегодня от референдума. Все правильно. Вот всегда партии должны делать то, что люди хотят. Хотят повышать зарплату, повышают, хотят пенсии повышать. А они что, без ума сделали? Можно? Можно? Я просто, я вношу только маленькое. Вот они хотят, чтобы повышали зарплаты, а не говорят, что они повысят зарплаты. Они хотят, чтобы строили дороги, а не говорят, чтобы строили дороги. Давайте пока будем руководствоваться тем, что у нас есть. Но, Людмила, не надо вводить заблуждение. И дороги строят, и зарплаты повышают, и пенсии повышают. Зачем вводить заблуждение? По поводу зарплат у нас был эфир, мы там разбирали в цифрах. Если будет интересно, можете потом посмотреть. Хорошо. Какой будет референдум, мы так и до сих пор не поняли. Конституционный или консультативный? Я думаю, консультативный. Они не успевают консультативный. Они государственные не сделают. Хорошо. Тогда такой вопрос. Вот смотрите, этот парламент, я пытаюсь все понять, что двигало демократами, этот парламент вот это решит. Пройдут выборы. Ну, я имею в виду о том же референдуме. Пройдут выборы. Я уверена, что народ выступит за то, чтобы сократили число депутатов. Вы знаете, если учесть те опросы, уровень доверия к нашему парламенту, сложно ожидать другого решения. В какой мы оказываемся ситуации? Смотрите, принимать это решение по поводу изменений в Конституцию будет следующий парламент. А это ни много ни мало 67 человек. То есть дать гарантию людям, что вот люди, вы сейчас придете на референдум, вы проголосуете, вы выскажете свое мнение, а следующий парламент его учтет, мы вам не можем. По-честному не могут. И никто не может сейчас. У меня хороший вопрос. Зачем тогда это делается, если нет уверенности в том, что это удастся реализовать на практике? Господин Мишин, зачем это делается? Как я говорил ранее, это делается для того, чтобы построить свою предвыборную кампанию. То есть если мы проводим референдум в один день с выборами, мы идем сначала к людям. То есть это пиар про сплошную? Да, это просто пиар. Мы идем к людям, говорим о том, что вот мы сократим количество депутатов, соответственно сократится содержание и трата бюджетных денег на них. А за счет этого мы повысим заработные платы. То есть переходим ко второй части своей предвыборной агитации и говорим, что мы повысим заработные платы, пенсии и так далее и тому подобное. У нас высвободятся за счет этого деньги. Это оптимизация. Вот мы оптимизацию правительства сделали. Она успешная, красивая, хорошая. И тут будет тоже все хорошо. Вот для чего это делается. Виталий Александрович, для чего это делается, если нет уверенности в том, что они проведут это в жизни? Вот скажите, а зачем Игорь Дадон предлагал это? У него была уверенность, что это в жизнь войдет? Что у него будет конституционное большинство? Вы хотите, чтобы я ответила за президента? Нет, это риторический вопрос. Давайте так, я задаю вопрос. Нет, это риторический вопрос. Я не к вам обращаюсь. Я отвечу, можно? Нет, вы задали вопрос, я на него просто отвечу. Это риторический вопрос. Я сам себе... А я практически скажу. Да, да. Ну давайте. Практически. Мне очень интересно. Вот теперь, когда Игорь Николаевич в 2017 году шел на этот шаг. Да? И если бы народ ответил, что да, у него как минимум было полтора года, чтобы эту процедуру сделать в этом парламенте, не перед выборами. Сколько у него депутатских? А тут вопрос не в депутатских. Вы забываете юридическую процедуру, которую должны пройти конституционный закон. То есть, это нужно получить виз конституционного суда. Ну хорошо, но в этом парламенте он тем более не смог бы провести. А вы уверены, что нет? Вы можете дать парламенту. Это было год назад. Вы не можете дать парламенту. А вот теперь я отвечу на вопрос. Нет, просто я хотела бы сказать, что там был важный момент о распуске парламента. Поэтому, если бы этот референдум состоялся, и президент смог бы распустить этот парламент, были бы все шансы внедрить все эти инициативы. Пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, я отвечаю на ваш вопрос. Пожалуйста. Абсолютно есть уверенность, что в новом парламенте этот закон пройдет. Потому что этот закон поддерживает демократическая партия, которая наберет энное количество, и поддерживает партия социалистов. Две партии этот закон поддерживает. Это уже дает... Кто сказал, что ее поддерживает партия социалистов? Я читал то, что высказал Игорь Николаевич Додон. Он сказал по поводу... Секунду. Вы тогда невнимательно читали. Он сказал, что он поддерживает идею референдума. Референдумов. Да, референдума, но при условии, что туда будут включены еще вопросы, и по истории ОМЭН, и о том, что будет запрет о миграции среди партий и фракций. Секундочку, вы тоже внимательно читаете президента. Я внимательно читаю президента. Он предлагал, если это совместимые, вот должны быть законы, то только один, о миграции депутатов. Вот вы внимательно почитайте, совместимые между собой. То есть, если это связано с парламентом, то значит, должны быть только вот эти, и предлагал поэтому этот. А эту, ну, люди добрые, откройте фейсбук, посмотрите Игоря Николаевича Дадона, и вы увидите, что я прав. Это не дает мне возможность, что вы за меня проголосуете, но я прав. Значит, читаю Игоря Николаевича Дадона. Да, читаем. Референдум 2017 года был заблокирован правительством в соответствии с постановлением Конституционного суда. Сегодня мы видим, как за последние 100 метров до парламентских выборов они предложили провести референдум одновременно с парламентскими выборами. Если демократы утверждают, что они были честными, и что это не простой избирательный трюк, а реальная забота о мнении граждан, я предлагаю, чтобы они включили в себя темы в этом плебисците и вдохновлять к концу предлагаемого референдума. В прошлом году, так, тут что-то читаю, конечно, шуши, я просто здесь, так, все, вот вижу. Значит, если этот референдум будет посвящен исключительно парламентской теме, то я предлагаю включить в него вопрос о запрещении миграции членов от одной фракции к другую. Кстати, предложение. Таким образом, вредная практика будет исключена, когда партия со скромным первоначальным весом в парламенте, я даже знаю, какая имеется в виду, становится самой большой. Значит, миграция должна быть запрещена. Референдум, дальше он говорит, является самой демократической формой консультации по мнению граждан, но он не должен быть использован и преобразован в качестве политического пиар-инструмента накануне выборов избирательной кампании. Вот как-то так. То есть я здесь нигде не увидела, вы увидели, что он поддерживает вот это выступление? Он предложил, он написал, что он поддержит, если будут включены эти вопросы. Подождите, он сказал, если есть ли? Нет, 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 вот вы сейчас перейдеркаете. Если этот референдум, то есть плейбисцид будет связан только с парламентскими, но это не значит, что он предлагает, только провести такой. Он сказал, если. То есть он понимает, что сегодня демократы играют в свою игру. Понятно, понятно. И они будут включать только один вопрос, и не включат никакой другой, которая есть на много жизненного. Мы можем это отдельно обсудить по миграции, но смысл такой, что Игорь Николаевич выступает не против референдума. Нет, он считает, что он политический и так далее. Подождите, он против референдумов и никогда не выступал, он даже указ издал о референдуме. Есть подозрение, что даже партия социалистов не будет в парламенте голосовать против этого, чтобы не дать такой козырь демократам, что партия социалистов не хотела дать народу высказаться по этим вопросам. Значит, кстати, о референдумах. Вот смотрите, такая задачка. Предлагают отзывать депутатов. Тоже такая вот вроде бы идея. Да, не знаю, не новая, конечно, потому что мы много раз слышали об этом. У меня волнует два вопроса. Первый вопрос. Кто будет решать, что вот этот депутат просто-напросто проштрафился, да, и вот его необходимо бы как бы отозвать. Вот каким образом это будет? И вот задачка. Вот смотрите как. Ушел депутат в ДПМ. Его избирали люди, да, а он взял и ушел в ДПМ. Ну, так как многие ушли в демократическую партию. Вот избиратели возмущены этим. Они-то голосовали не за представителя демократической партии, а за другого депутата. Надо бы отозвать. А отзовут? Нет. Вы знаете о том, что... Хорошо, хорошо. Вот это вопрос. Давайте разобьем. На самом деле процедура есть. Она уже опробирована на примарах. Есть процедура отзыва примаров. И не надо особо мудрствовать. То есть, когда ее критикуют очень страшно европейцы всю эту процедуру и говорят, что она политически ангажирована, врут. Какие европейцы критикуют? Во всех докладах, когда речь шла о примарах, если вы помните, они всегда говорили, что местная власть находится под большим давлением власти. Я не слышал, чтобы вот это, когда была процедура попытка отзыва Киртуака, чтобы европейцы критиковали. Потому что есть наш закон. Вот то, что касается отзывов примаров. Он был полностью соблюден партией социалистов. Они выполнили все необходимые процедуры. Ну, не получилось, не получилось. Примерно такой же закон будет, я думаю, если будет принято вот это решение, будет принято по депутатам. Что касается перейдут, не перейдут, это будет зависимо от... Тут есть два очень сложных момента. Первое. При нынешней системе, я думаю, этот закон не сработает. Потому что нынешняя система подразумевает... Нет, 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 сейчас, секундочку, Сергей, но я же вас ни разу не перебивал. Вы набираете стремительные очки. Дайте аутсайдеру пару слов сказать. Я слежу за тем, что говорили по поводу, потому что... Нет, 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 сейчас, секундочку. Я объясняю, почему при нынешней системе это не сработает. Потому что у нас половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина избирается в одномандатных округах. Я прекрасно представляю, как можно вот эту процедуру провести по депутату в одномандатном округе. А можно расскажите, потому что когда партия демократов предлагала в свое время... Подождите, но я вам задам вопрос, что вы просто говорили и заодно сразу перешли. Вы представляете, как это провести по одномандатным округам. Когда партия демократов в свое время массировано полгода нам предлагала одномандатную систему, что это хорошо, что это правильно, что это... И у нас кроме лозунга о том, что каждый избиратель сможет отозвать депутата, больше было ничего. Ни одного механизма, ни одного рычага, как это сделать, каким образом, на каких основаниях, за что, тогда не предлагалось. Почему вы думаете, что эти рычаги и механизмы есть сегодня? И сегодня, кстати, опять мы говорим только на уровне одного предложения. Вы сможете отозвать депутата. Все. Нет ни одного рычага и механизма. Сейчас, секундочку. Вы юрист, и вы прекрасно знаете, как будет процедура. Какая? Отзывать депутата? Нет, как пройдет референдум, да, посоветуется с народом. Если народ скажет по этим двум пунктам, что он за, значит, соответствующие документы будут подготовлены и направлены в Венецианскую комиссию. И там будет очень достаточно длительное... А зачем ее направлять в Венецианскую комиссию? Вообще, если документы подготовлены и хотят нести изменения, нет. Их нужно поставить в Конституционный суд. Тут немножко путают органы у нас. Нет, нет, сейчас, секундочку. В Конституционный суд будет направлено вот то, что касается вот этой процедуры референдума. Только по референдуму. А потом вот процедура сокращения, процедура отзыва, все это будет направлено в Венецианскую комиссию, где... Так уже отравляли. Где будет разбираться вот эти вопросы. Уже же отравляли. Если за этим будет воля народа, то тогда можно и спорить, и дискутировать с Венецианской комиссией, доказывать, что... Уже отправляли законопроект по одномандатной системе. Там же, где и кричали о том, что будем отзывать депутатов. Но Венецианская комиссия также не увидела ни рычагов, ни методов этого отзыва. Что если бы принято было парламентом, что переходим полностью по одномандатным округам, может быть... Подождите, что значит принято? Обождите. И это есть законопроект. Подождите, вы вводите сейчас заблуждение. Почему я ввожу заблуждение? Есть законопроект. Если мы... Законопроект, понимаете? Вот перехода на одномандатную систему. На смешанную систему. Был на одномандатную систему, который был в Венецианской комиссии. И там также Демократическая партия громогласно говорила о том, что вы будете отзывать депутатов. Это один единый законопроект, который был зарегистрирован в парламенте Республики Молдова и был предоставлен в Венецианской комиссии. Это не было разделено. Но, господин Андреевский, зачем? Я участвовал как эксперт в этом. Я тоже участвовал как эксперт. Но я смотрел с юридической точки зрения. Так вот, я как юрист, в том числе и в Венецианской комиссии, где сидят одни юристы, увидели, что переход на одномандатную систему выражен и есть, а отзыв депутата на уровне одного предложения, ни одного механизма, ни одного внесения изменения в Конституцию, ни одного изменения в закон о статусе депутата, ни одного изменения в регламент парламента. Сейчас я объясню. Когда Демократическая партия предложила это, стало ясно, что при всех обсуждениях, которые вы тоже участвовали, я участвовал, то, что собирал Канду, стало ясно, что депутаты не поддерживают значительную часть депутатов. Поэтому не надо объяснять, как отзывать депутатов. Сейчас, секундочку, не поддерживают. И не было необходимости разрабатывать процедуру, если саму идею не поддерживают. Как вы, опять, вы не понимаете, есть разработанный законный проект. Что вы хотите доказать? Я хочу доказать, что это фальш. Нужен? Нет, я говорю, что это фальш. Что фальш? Фальш о том, что говорят, что перейдут на 61, и фальш, особенно самая большая фальш, которые говорят, что вы сможете отозвать легко депутата, если он проштрафился. Вот в этом самая большая фальш. Почему? Потому что мы это видели два года назад. Подождите, когда предлагал сократить депутатов Дадон, это не было фальш. Это был прогресс. Он говорил только о сокращении депутатов. Он не говорил, что вы, народ, сможете отозвать депутата. Да, но вы сейчас говорите, и это фальш, и то фальш. Хорошо. Почему две фальши? А потому что он это делал не в предвыборах. А когда партия социалистов поддержит, вы тоже будете говорить, что это фальш? А вы уверены, что она поддержит? Нет, а если поддержит, вы будете говорить? А если нет, вы что скажете? Нет, а я хочу сказать, я поддерживаю при любом, а вы поддержите или нет? Вы уже говорили, что депутаты... А почему вы уходите от вопроса? Подождите, доделайте. Но ответьте честно, я до конца буду против. Я до конца буду против этого. Все, и когда вы пойдете где-то баллотироваться, вы скажете, я был против этого. Да, я был против этого. Это очень хорошо. А вы когда говорили, что депутаты переходили в Демпартию, и у них непрофессионного густария европейской федерации. Это он вам ответил за то, что он сказал, что будет голосовать за социалистов. Я правильно понимаю? Это вы ответили за то, что вы пообещали, что будете голосовать за социалистов. Я пообещал, но... Сфотографируйте бюджет. Но не смогу сделать, держать слово. Но выяснил, что он против, и я уже снимаю свои обещания. То есть вы уже... Вы же слово давали, Виталий Александрович. Если человек выступает против сокращения, я не могу это поддерживать. Я разочаровываю. Сегодня социалисты потеряли одного избирателя. Но я просто слушаю внимательно вашу беседу и выступаю сейчас со стороны все-таки избирателей. Вы понимаете, как? Ведь все же в этих населенных пунктах знают одну вещь. Что если эти даже отзывы состоятся, то всегда они будут в интересах власти. Всегда власть сможет сделать так, чтобы неугодный ей... Виталий Александрович, а ведь это политическая подоплека, это политическая целесообразность. Я прошу, Людмила, при мне не клеветать на партию социалистов. Нам известно со словом Игоря Донова, что партия социалистов победит, будет власть, и вы считаете, что в угоду власти они будут это делать. Игорь Александрович, если вы сейчас вот так возьмете прямо на весь эфир, вы сейчас скажете, сейчас победит партия социалистов, организует... Нет, если вот тогда... Вот я закрою программу. Я скажу, все, тогда все понятно, обсуждать нечего. Инициатива демократов... Игорь Дон говорит, что партия победит, а вы говорите, что власть будет плохо с этим поступать. Ну не может партия социалистов плохо с этим поступать. Я философски к вам сейчас обращаюсь. Я говорю, что всегда, да, есть такая опасность, что неугодный депутат будет отозван не потому, что он плохо выполняет свои обязанности, а потому, что он неудобен, потому, что он не так голосует, как хочет власть. Понимаете? Вот этот момент я бы хотела, чтобы его как-то учили. И еще, мировой опыт, что про это говорит? Где вот так вот это все распространено? Может быть, нам стоит туда ориентироваться или не ориентироваться? Давайте так как-то. Людмила, мы уже настолько стали куда-то ориентироваться. Давайте уже ориентироваться на Республику Молдова. Ну, во-первых, начнем с того, что вот отзыв депутатов. У нас сейчас есть процедура отзыва депутатов. Она очень сложная, я согласен. Действительно очень сложная. И сегодня сложная. Но возможность есть. То есть, одномандатно тоже возможно разработать систему отзыва данного депутата. По различным причинам. И указать эти причины. Но мы должны понимать, и избиратели должны понять одну простую вещь. Какой бы механизм юридический не разработали, чтобы они могли отозвать депутата, если это не захочет власть придержащей, этого сделано не будет. Поняла. И вот эти обещания, когда говорят, что вы сможете это сделать, это все фальшивка. Дело в том, что вы не дали тогда довести мою мысль до конца. Я сказал, что в одномандатных округах это можно еще сделать. Собирается инициативная группа в каком-то, ну, допустим, Тараклийском районе, там маленький одномандатный округ. Вот депутат обещал за Евразийский союз, а проголосовал за Европейский союз. Он нас обманул. Я условно говорю, или наоборот. Вот он нас обманул, мы его хотим отзывать. Они собирают определенное количество подписей, и референдум проводится в Таракли, в округе там. А как отозвать депутата, который прошел по списку? Значит, референдум нужно проводить по всей Молдове. Ну, это с ума сойти. Или мы перейдем новые выборы полностью на одномандатную систему, и тогда это заработает. Или нам надо отказаться, потому что у нас будет... А может, проще вот сейчас это все не обещать, и не выступать с этой инициативой, и дождаться того, о чем говорите вы? Или посмотреть, как вот со временем это будет? Или все-таки вот надо это сейчас сказать? Нет, демократическая партия, вы знаете, что Плохотнюк выступил и сказал, когда был принят закон, что мы все же будем бороться за проведение выборов по одномандатным округам. Это наша как бы программная цель. Исходя из этой программной цели, они надеются, что вот если народ проголосует за это, то легче будет убедить парламент, что давайте перейдем к этой полностью одномандатной системе. Понимаете, возможно, проще было бы вот как-то воспринимать эти все вещи, о которых вы сейчас говорите, если бы вот было, ощущалось, я не знаю, вот какое-то, ну, не такое большое количество инициатив, которыми в последнее время партия власти, я не знаю, ну, выступает очень, буквально каждую неделю. Все забыли. По сравнению с партией социалистов, они по инициативам отстают очень сильно. Да, вы оставьте вот эту партию социалистов. Мы говорим сегодня об инициативе демократов. Я просто, я... Мы вообще говорим об инициативе. Виталий Саныч, мне кажется, что если я вас спрошу, что вы любите есть, вы начнете говорить о том, как социалисты это все видят. Я хочу спросить вот о чем. Смотрите, ведь они выступали евроинтеграция, евроинтеграция. Потом бац, про Молдова. Потом бац, читаешь про Европу, то, что такое. Потом, значит, бац, читаешь, что у нас, значит, будет референдум по евроинтеграции. Я и так и не поняла, когда и как. Потом выборы судей. Была такая инициатива? Понимаете? И мне интересно... Да, тоже. И вот, понимаете, вот эти все вопросы, они не решаются. Они просто... Они не выступали. Кстати, да. Господин Канду заявлял четыре раза, что мы должны проголосовать эту сеть. Канду заявлял. Да. А он, в Европе, там никакого отношения не имеет. А другие Канду заявлял. Он заявлял, что он лично это поддерживает, но демократическая партия это не будет поддерживать. Вот это было, но это сути не меняется. То есть Канду не надо смешивать с демпартией. Слушайте... Мне интересно... Вот если вы, допустим, социалистами, и вы сказали, что не поддержите, партия социалистов поддерживает. Это что, мнение партии социалистов? Для того, чтобы... А нет, я хочу сказать... Давайте рассуждение закончите свои, чтобы... Рассуждение... Спасибо, что мне предоставляете слово. Я хочу просто понять, вот эти все инициативы. Мне, например, интересуют выборы судей. Вот, честно говоря, люди, многие просто вот так, вот, широко открытыми глазами эту инициативу. Вот мне интересно, вот и ее судьба в том числе. Вот как вы думаете, чем это все закончится? Ничем. Ничем, как и все остальные инициативы. Понимаете, вот в этой плоскости... Мы с евроинтеграцией провалились, объявили всему народу, что вот мы пойдем в референдум и спросим у народа, нужно ли евроинтеграцию вводить в Конституцию. Хотя, извините, полгода до этого все говорили, да пойдите вы на референдум и это спросите. И нам все эксперты, в том числе и вы, господин Андреевский, говорили, зачем народ спрашивать, хватит то, что парламент, они же представители народа. Вот. И мы не шли на референдум. А вот как мы провалили это в парламенте, вот, знаете, надо спросить у народа. Вот то же самое, опять-таки, по суде. Для того, чтобы это сделать... Нет, просто по суде, просто я хотела бы, да, понять вначале механизм, а потом идея. А механизм нет. Понимаете, это... Это только концепция, которая, кстати, концепция, да, господин Сырбу заявил о ней еще месяц назад, что они до конца мандата этого парламента разработают законопроект, и зарегистрируют, и его покажут. Так вот, до сих пор этого законопроекта нет. И я так думаю, что его не будет. И потому что, опять-таки, это надо вносить изменения в Конституцию. И надо проводить, если уж выходить на референдум и по этому вопросу, надо проводить конституционный референдум. И демократы понимают, что они не пойдут на это, и это провалится. Остается, Сергей, я вынужден вас прервать, у нас, по-моему, две минуты. Остается по минуте, хочу вам еще предоставить времени для того, чтобы вы вот сейчас прогнозировали, вот как эти все инициативы, как они скажутся на ходе самой предвыборной кампании. Минутка, Виталий Александрович. Я думаю, что они повысят явку, люди будут достаточно активны, люди попытаются разобраться в этих вещах, что-то могут подержать, что-то могут... Демократы, это им добавит очков электоральных? В данной ситуации, понимаете, это напрямую не связано, это добавит или не добавит. Это зависит от того, вот если сейчас, допустим, партия социалистов, партия там Сандуна Стасы выступит категорически против этого, да, это будет громадный подарок демократам. Они поедут и скажут, вот люди добрые, мы хотим, чтобы вы высказались, они затыкают вам рот, они не хотят, чтобы вы высказывались. И в этом плане это будет играть со знаком плюс. Если сейчас все поддержат, ну все поддержали, ну что, как бы, все этого хотят, плюс особого не будет. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что это не чисто электоральное такое, потому что, я повторяю, тут каждый может сейчас сыграть и взять мяч к себе. И Игорь Николаевич сказал, да я давно это предлагал, все нормально, я поддерживаю. Я поняла, спасибо большое. Сергей Викторович? Ну, я не думаю, что этот вопрос чисто электорально поможет демократам, хотя это один из способов их предвыборной агитации. Но почему они проводят этот референдум и хотят его провести в день выборов? Потому что они прекрасно понимают, мало того, что отдельно проводить референдум, это финансовые затраты, но и плюс к тому, если даже они пойдут на то, что найдут финансы и проведут этот референдум, то не факт, что будет вообще явка. А на выборы хотим и не хотим, а явка будет. Поэтому они себе как раз в данном случае обеспечивают явку не для выборов, а явку для референдума. Они, кстати, не скрывают это. Вот, видите, они это не скрывают. То есть это, опять-таки, доказывает о том, что данная инициатива является чисто предвыборным ходом. И ее инициатива не исходит от демократов, а от политтехнологов-демократов, которые предложили им на блюдечке такую идею. Надеемся, что все поддержат эту инициативу. Политтехнологи надеются. Я вот что хотела бы сказать по окончанию нашей программы. Во-первых, цифры. Сергей Мишин 710 голосов, Виталий Андреевский 14 голосов. У меня успех. У меня было 9 голосов на одной передаче. Я в десятку. Виталий Санч, это перемога. Я вам сразу говорю. Вот смотрите, для меня, как для избирателя, важно ведь что? Мне важно, чтобы такой важнейший инструмент, как референдум, которым пользуются во всех цивилизованных странах, вот в Республике Молдова, я не знаю, превращен во что. Самые благие начинания, которые пытаются узнать у народа, у нас практически, ну и очень редко, когда у нас заканчивается тем, что этому народу дают возможность и право высказаться. И наоборот, когда политикам нужно как-то, чтобы этот референдум с чем-то совмещался, у нас вспоминают о том, что хорошо бы еще спросить, что думают по этому поводу народ. Я очень хотела бы, чтобы эта ситуация была изменена. Вас благодарю. Виталию Александровичу даже не налили воды. Вот безобразие просто. Вот я заметила. Виталий Александрович, извините, пожалуйста. Благодарю тех, кто досмотрел эту программу до конца. Отдельно благодарю тех, кто голосовал и звонил. И желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова